Катерина Дынёв извинилась перед жертвами сексуального насилия. На минувшую неделю она подписала открытое письмо, в котором осудила компанию против домогательств. Почему теперь она просит прощения и отказывается ли она от этого письма, расскажет Елена Абрамович. Политики, режиссёры и актёры – обладатели «Оскаров». Волна сексуальных скандалов за последние месяцы зацепила и низвергла с высоких позиций немало звёзд политики и шоу-бизнеса в США и странах Евросоюза. Французская актриса Катерина Дынёв назвала эти процессы «охотой на ведьм» и стала лицом открытого письма, которое подписали около ста писателей, актрис и учёных. Мужчины были вынуждены отказаться от своей работы только из-за того, что дотронулись до чьей-то коленки или попытались кого-то поцеловать. Насилие – это преступление, но попытка соблазнения – даже настойчивое и грубое непреступление. «Если так будет продолжаться, люди рискуют проснуться в мире, где нет флирта, игры, противостояния», – пишется в письме. В итоге на Дынёв посыпались обвинения. Её слова назвали оскорблением жертв-домогательств. Она же в ответ прислала редакции французского журнала «Либерасьон» ещё одно письмо, которым извинилась. «Я отдаю должное всем жертвам этих отвратительных действий, которых могло оскорбить письмо, опубликованное Ле Монт. Им и только им я приношу свои извинения». В то же время Дынёв настояла. В предыдущем письме не было ничего, что оправдывало бы сексуальное домогательство. И ещё раз повторила – ей нравится свобода. И чушь дух нашего времени, когда доносы в соцсетях порождают наказания и отставки, а часто и линчевания в средствах массовой информации. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».